Сад не растет по команде, нужно создать условия. Так размышляя по философски, министр сельского хозяйства Умерзак Шукиев принялся исправлять ошибки прошлых лет. Для этого теперешний глава Минсельхоза предлагает внести изменения в программу развития агропромышленного комплекса, которую, к слову, приняли всего год назад. Впрочем, министр уверяет, что эти программные корректировки принципиально и кардинально отличаются от того, что было прежде. И все это позволит увеличить экспорт отечественного продовольствия в два с половиной раза. У нас очень высокий потенциал по экспорту мяса, в том числе говядины и баранины. Если сейчас в целом экспорт сельхозпродукции Казахстана составляет 1,4 млрд долларов, то при новых подходах только экспорт мяса можно будет увеличить до 2,6 млрд долларов. Сегодня интерес к экспорту казахстанского мяса постоянно растет в Китае, в Иране, в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. Рынки этих стран очень привлекательны, заявил умерзак Шукеев. Для реализации этих планов нужно в корне пересмотреть программу развития мясного животноводства, так как системные недочеты привели к тому, что к общему числу искусственно были приписаны около 1 млн голов КРС. Реальная недостача и как последствия неправильные расчеты привели к тому, что прилавки казахстанских магазинов стали заполняться импортной говядиной. На сегодняшний день у нас небольшое поголовье скота в наличии всего 7 млн голов КРС. При том, что из этой численности поголовье, рассчитанное на мясное производство, меньше половины, а количество овец меньше 18 млн. А в былые времена численность доходила до 40 млн. Проблемы отрасли очевидны. Для их решения в Минсельхозе предлагают в течение 10 лет создать больше 80 тыс. семейных ферм, занятых скотоводством, овцеводством или коневодством. Важным фактором развития станет расширение площади используемых пастбищ, существующих 58 млн гектаров до 100 млн. И самое главное, предусмотрено увеличение поголовья крупного рогатого скота до 15 млн голов, овец до 30 млн. Участники программы могут рассчитывать на различные льготы. Это приоритетное выделение земельных участков, льготные кредиты на 15 лет под 4% на приобретение техники и субсидии до 80% за создание инфраструктуры пастбищ, то есть бурение скважин для колодцев и так далее. Во всем этом процессе важную роль будут играть семейные фермы. Подходя к этому вопросу, в МСХ при новом руководстве должны помнить про опыт создания сельхозкооперативов, когда чиновники гнались не за качеством, а за красивыми цифрами в отчетах. В итоге оказалось, что из объединяющих 62 тысячи фермеров сельхозкооперативов 42% существуют только на бумаге, а еще 18% попросту не работают. Местные акиматы работали только по индикативу. Должно быть столько кооперативов. А будут ли они работать или нет – вопрос второстепенный. Мы говорили об этом, когда эту программу обсуждали. Я лично говорил, что так мы потеряем качество. Эффективностью кооперативов заинтересовался и премьер-министр. Пакаджан Сагентаев поручил министру Умерзаку Шукееву проанализировать, как изменилась структура и объемы производства до и после появления сельхозкооперативов. Особенно, как обстоят дела с натуральными молочными продуктами, так как это та ниша рынка, где Казахстан может серьезно прибавить и оттеснить импортных конкурентов. Что, кстати, успешно получается у предприятия в Аршалинском районе Акмолинской области. Здесь в день перерабатывают 20 тонн молока. Со спросом и с бытом, признаются, сложности нет. Хотя, конечно, не все гладко. Всем известно, что все наши казахстанские производители молока не загружены на 100%. Лучший случай – это если идет загрузка на 60%. В худшем случае – это все 20-10%. В связи с чем это связано? В основном это связано с сырьевой базой. То есть проблема с сырьем. Сейчас всем известно, что 80% поступаемого сырья на любой молокоперерабатывающий завод – это отлично подсобного хозяйства. Наши молоковозы должны проезжать далеко не лучшие дороги, когда они зимой занесены, осенью, весной они размыты. Дождем. То есть нет той инфраструктуры, которая бы помогла нам получать качественное сырье в нужном объеме. В обновленной программе Минсельхоз предлагает решить эту проблему по принципу якорной кооперации. К тому же для поддержки производителей молока разработают отдельные финансовые инструменты. Так, к 2027 году количество заводов увеличится до 174, а производство молока дойдет до 1 миллиона тонн. Конечно, пока все это в планах. Остается надеяться, что очередные реформы изменят реальность в секторе АПК не на бумаге, а на деле. Зарина Ахмеджанова из Боужа Амшитов, Санжар Жартьеев, Житокон.